все про спидрамп final cut за четыре минуты поехали спидрамп это изменение скорости твоего футажа какого-то отдельного кадра или целиком твоего видео спидрамп нужен тебе для того чтобы предать динамики твоему видео или наоборот свести ее к минимуму спидрамп нужен тебе для того чтобы сделать эффектные переходы в твоем видео динамичную смену кадров или усилить драматизм в твоем видео в определенном каком-то качестве лучший способ достичь определенного результата в спидрамп это использовать камеру с повышенным количеством фпс чем выше частота кадров тем более впечатляющим гладким и плавным будет твое видео вырез но не рекомендую тебе снимать все завышенном фпс снимай в 50 и более только то что собираешься замедлить на хост продаж иначе картинка рискует стать резиновой пластика как из мира компьютерных игр не забывай про выдержку скорость затвора есть такое правило что скорость затвора должна быть в два раза больше чем количество кадров в секунду например если снимаешь 25 кадров в секунду то ставь выдержку 1 50 если ты снимаешь 100 fps то стать выдержку одну двухсотую на самом деле мои настройки в панасонике не выдержка не скорость затвора а угол затвора я снимаю все вставать в 10 градусах и не парюсь какую выдержку мне ставить поэтому если у тебя в камере есть углы затвора они скоро затвора поэтому просто поставь 180 градусов и можешь забыть какую выдержку тебе ставить здесь я немного отклоняюсь и эта тема другого видео сегодня хочу показать рассказать про все инструменты final cut которые можно замедлять и ускорять видео их немного final cut это реализовано интуитивно понятно не замысловато не так как других монтажных программах и это сделать здесь можно буквально двумя клавишами так у нас есть кусок видео снятый в 100 fps для изменения скорости выбираем нужный отрезок нажимаем shift plus b на начало и shift plus b на конец и изменяем скорость таким образом мы создаем диапазон начала и конца speed ramp эффекта жмем стрелочку выбираем в процентах насколько нам нужно замедлить или ускорить наш отрезок здесь мы можем выбирать пятьдесят двадцать пять и 10 процентов в выпадающем меню так как у нас сто процентов это нормальная скорость 150 процентов это скорость и замедленная в два раза также можно ввести цифру в ручную набрав в выпадающем меню слово custom нажимаем его здесь выпадающем меню кастом можно выбрать 1000 процентов или 10 тысяч или сто тысяч процентов для ускорения. Такие бешеные проценты обычно применяются, если ты ускоряешь или замедляешь, вернее ускоряешь видео с дроном. И как ты видишь, здесь есть такие серые ползунки. Чем короче больше у нас выдвинута вот эта полупрозрачная полоска, тем плавнее у нас будет переход от быстрого к замедленному видео. Например, здесь у нас идет обычная скорость. Как только у нас подходит к центру ползунка, у нас начинает видео замедляться более плавно. Если же мы сдвигаем ползунки к самому центру нашего стыка, то естественно плавность замедления видео у нас будет резкая. Она будет переходить от нормальной скорости к замедленной мгновенно, то есть без плавного перехода. Если ты не запоминаешь горячую клавишу Shift-B для того, чтобы выбрать нам определенный отрезок, ты можешь поставить скиммер в то место, с которого ты хочешь начать замедление. Выбрать замедленную съемку вот в этом выпадающем меню. Нажимаем стрелочку, здесь выбираем либо замедлить, либо ускорить, либо вообще можно сделать hold, это стоп кадр. Также весь эффект замедления можно сдвинуть внутри кадра, это может оказаться чрезвычайно удобным и невероятно полезным. Final Cut-то делается реально просто. Сним кликом жмем два раза в перемычку, выпадает такое меню, нажимаем edit и появляется вот такая штучка, похожая на киноленту. Мы ее берем и сдвигаем в нужную нам сторону. Изменить скорость также можно и на всем куске сразу. Например, у нас есть кусок, который точно знаю, что хочу замедлить весь, не делать у него диапазон замедления, а просто сделать его медленным весь. Нажимаем горячую клавишу Command-R, появляется выбор изменения скорости, здесь также через выпадающую стрелочку нажимаем либо slow, либо fast. Пожалуй, это все про инструменты изменения скорости Final Cut. Final Cut реализована действительно очень просто и Final Cut делает все возможное, чтобы мы не отвлекались на замутные применения эффектов, а полностью отдавались творчеству и процессу монтажа. Поэтому в Final Cut все инструменты реализованы очень просто и интуитивно понятно. Моя рекомендация тебе запоминать горячие клавиши, потому что каждый раз отвлекаться и залазить вот в это меню, например, да, слово, чтобы поставить сюда 50, это очень долго, гораздо быстрее это делает, делать горячими клавишами. Как делаю я? У меня есть специальная доска, на которую я пишу сочетание клавиш и по мере того, как я их использую и запоминаю, у меня откладывается в голове, я просто стираю те горячие клавиши, которые я запомнил. Пожалуй, это все, что я хотел тебе сказать. Напиши в комментариях, если тебе понравился такой быстрый формат за пару минут и, как всегда, хороших тебе кадров, быстрого монтажа. На этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok